Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы подключили наушники к компьютеру, но звук динамика по непонятным причинам отсутствует, это видео будет вам полезным. Мы разберем самые распространенные причины таких неполадок и способы их решения. Отсутствие звука в динамиках наушников можно разделить на две основные группы – сбой в программном обеспечении и неисправности в самом устройстве. Первым делом нужно определить причину, почему не работают наушники. Для этого нужно провести последовательную диагностику. Сначала проверьте свои наушники на другом устройстве, к примеру, на телефоне, планшете, ноутбуке, телевизоре или другом ПК. Если на одном из этих устройств они работают, стоит искать причину в самом компьютере. Если же при воспроизведении аудио звук в динамиках отсутствует и на других устройствах, то скорее всего они сломаны. В таком случае данное видео вам мало чем поможет. Обратитесь в мастерскую или замените их. В некоторых моделях наушников на проводе есть регулятор громкости. Проверьте его. Возможно громкость убавлена до минимума, поэтому и нет звука. Также громкость может быть выключена на самом компьютере. Проверить это можно нажав левой кнопкой мыши по иконке динамиков в трее в правом нижнем углу экрана. Заодно проверьте уровень громкости и в самом приложении, через которое воспроизводится звук в проигрывателе, игре, браузере и так далее. Там тоже есть свои настройки звука. Убедитесь в правильности их подключения. Штекер наушников подключается в разъем зеленого цвета или с соответствующим обозначением в виде наушников. Зачастую звук отсутствует при подключении устройства воспроизведения к передней панели. В таком случае попробуйте подключить их к выходу на задней панели. Если при подключении к задней панели звук появился, а при подключении к передней снова пропал, причина в выходе на передней панели. Если раньше он работал, переходим к настройкам. А если же нет, возможно выход не подключен к материнской плате. Проверить это можно только вскрыв системный блок. Детальнее о подключении передней панели к материнской плате вы сможете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Если с аппаратной частью все в порядке, наушники работают на другом устройстве и на компьютере все правильно подключено, остается проверить настройки и драйвера звукового адаптера. Итак, начнем с настройки устройств воспроизведения. Если у вас подключено несколько таких устройств, убедитесь в том, что наушники выбраны в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Для этого откройте параметры звука, кликнув по значку динамика в трее правой кнопкой мыши. Здесь проверьте есть ли возможность выбрать наушники в качестве устройства вывода по умолчанию. Откройте панель управления звуком и выберите наушники в качестве устройства вывода по умолчанию. Для этого жмем по ним правой кнопкой мыши «Использовать устройство связи по умолчанию». Если динамики здесь вообще не отображаются, они могут быть попросту отключены. Для того чтобы это исправить кликните правой кнопкой мыши в любой области этого окна и включите опцию «Показывать отключенные устройства», а затем снова правой кнопкой мыши по динамикам и выберите «Включить». Обязательно проверьте уровень звука, для этого откройте свойства и во вкладке «Уровни» перетащите бегунок вправо, чтобы его значение было больше нуля. На вкладке «Общие» внизу посмотрите не отключено ли здесь устройство. Затем во вкладке «Дополнительно» запустите проверку, после чего вы должны услышать воспроизведение мелодии на динамиках. В этой же вкладке попробуйте снять отметки монопольного режима и снова проверьте звук. Если эта попытка не увенчалась успехом и звука по-прежнему нет, посмотрите нет ли в трее стороннего значка динамиков. Это может быть Realtek HD или тому подобное. В этой утилите вы сможете настроить звуковые выходы передней и задней панели компьютера. Здесь возможно нужно будет активировать функцию воспроизведения звука на передней панели, а также установить отметку напротив «Отключить определение гнезд» передней панели в параметрах разъема. В некоторых моделях звуковых карт настройки должны выглядеть следующим образом. Если по-прежнему звук не появился, открываем диспетчер устройств правой кнопкой мыши по меню «Пуск». Здесь в разделе «Аудио входы и аудио выходы» должны присутствовать динамики или наушники. Если в диспетчере устройств их нет, они не определяются и не появляются в настройках звука, попробуйте установить драйвер или программу для управления звуком. Лучшим способом скачать необходимый драйвер – посетить сайт производителя материнской платы, который установлен на вашем компьютере. Для этого вам нужно узнать модель и производителя материнской платы. Как это сделать смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Перейдите на официальный сайт производителя и в строке поиска укажите модель вашей материнской платы или найдите страницу с загрузками для этой модели. Из этого списка нужно загрузить аудио драйверс. Скачиваем файл, открываем архив и запускаем установку. Обычно это файл setup.exe. В некоторых случаях сперва его нужно будет разархивировать. После установки драйверов вам нужно будет перезагрузить компьютер. В результате должна появиться программа для управления устройствами воспроизведения и наушники должны заработать. Если вы не можете узнать модель материнской платы или не получается найти подходящий драйвер, попробуйте скачать и установить High Definition Audio Codex с официального сайта Realtek. Скачивайте версию в соответствии с разрядностью вашей операционной системы. Еще в BIOS проверьте не отключено ли здесь High Definition Audio. А затем попробуйте изменить тип передней панели на IC97 вместо HD Audio или наоборот. Чаще всего наушники не работают именно из-за настроек звука, отсутствия фирменной программы для управления звуком или подходящих драйверов. Если ваши наушники работают на других устройствах, то один из этих советов должен помочь вам решить эту проблему. А на этом все, надеюсь вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.